Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, кому платят нормально или платят много, или платят достаточно для того, чтобы вы могли продавать свой высококвалифицированный труд по разработке мобильных приложений. Итак, проще говоря, тут может быть много заголовков, но проще говоря, кому платят много мобильные разработки. Конечно, вы могли подумать, что тому, кто обладает очень крутыми скиллами, может глубоко в код лезть, может что-то жесткое, прям в железе, мобильных устройств сделать через мобильное приложение. Но это не совсем так. Устраивайтесь подобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. И так, в чем проблема? Человек выучился самостоятельно, не самостоятельно, не важно. Он приходит на фриланс, тот же, да? Ну, просто такой проблемы в трудоустройстве не стоит. Вы трудоустраиваетесь, идете в компанию делать то, что вам сказали. Поначалу, конечно же, это чисто XML. Но, опять же, постепенно вы будете повышать свое качество, и вам дадут уже что-то серьезное в компании делать. Но, когда вы работаете на себя, напрямую с заказчиком, либо работаете через фриланс, то, конечно же, вы с самого начала должны уметь в одиночку создать мобильное приложение. Или не в одиночку, но тогда нужно будет платить зарплату. Но, как правило, в одиночку. И возникает такая ситуация, когда у вас нет опыта, и, ну, как делают большинство. Хотя, опять же, посмотрите канал, я вам рассказывал, где взять опыт во время обучения. Ну, как правило, у многих нет опыта, они себе просто не делают этот опыт. И, как правило, берут заказы за копейки. Ну, потому что нет опыта релевантного. И, как же нам сделать так, чтобы с самого начала нам платили много. Ну, или, скажем так, достаточно в той мере, которая вас устроит на текущий момент. И это релевантный опыт. То есть, что это такое? Это тот опыт, который идентичен тому заказу, который нужно выполнить. Например, нужно создать приложение для интернет-магазина. Вы должны показать у себя в портфолио работу однотипную. То есть, вы должны показать, что вы уже такое делали и сделаете. То есть, у вас релевантный опыт. Это немного повышит вашу цену, потому что человек увидит, что вы такое уже делали. Но если вы покажете не просто, что вы такое делали, а покажете то приложение, которое сделали, и оно будет классным, быстрым, может, с хорошим дизайном, таким, которое зацепит потенциального заказчика, или вы покажете какие-то технические нюансы, которые вы внедрили в это мобильное приложение, сделали прикольные стикеры, допустим, для товаров с акциями, да, или вы реализовали классный функционал добавления в избранное, или, например, вы реализовали очень интересный и очень простой и удобный для чтения функционал сравнения товаров, или вы там реализовали какую-то взаимосвязь с клиентами напрямую, например, как бы вы сделали такой психологический инструмент вовлечения клиента в игру, в розыгрыше, то есть что-то вы сделали особенное, то это в очень, в несколько раз на очень большие суммы повысит стоимость вашей работы, вашей разработки. То есть здесь определяет релевантный опыт, то есть опыт, который у вас есть. Еще очень важно, скажем так, очень важным таким элементом, который повысит ваш ценник, это владение узкоспециализированными особенными скиллами, то есть сделать что-то похожее. То есть, о чем я говорю, например, нужно реализовать какой-то функционал с картой, и там нужно использовать какой-то, и нужно будет использовать какую-то не очень известную библиотеку специализированную, то есть если нужно в приложении внедрять какую-то очень узкоспециализированную технологию, которая характерна для конкретной сферы деятельности вообще, ну которая сильно-сильно, скажем так, не имеет распространения, и мало кто и владеет, а если вы такой, скажем так, технологией владеете, то, конечно же, выберут вас, и вы тут уже сами можете диктовать свой ценник. То есть давайте подведем итог первому пункту. Для того, чтобы вам платили много, вы должны иметь релевантный опыт, то есть сделать что-то похожее, причем сделать с изюминкой, сделать то, чего не делают другие. То есть вы должны сделать некое особенное приложение, которое очень похоже на то, которое нужно потенциальному заказчику. Как понять, какие приложения делать? Все очень просто. Заходите на фриланс, на ту же биржу freelance.ru, смотрите, какие приложения требуется создать, и делайте что-то подобное. А лучше это еще сделать во время обучения. Это очень важно. Заходите, смотрите, какие приложения пользуются спросом, и пока обучаете, сделайте уже что-то похожее. Да, будет сначала плохо, но вы, поверьте, во время обучения вы будете по несколько раз переписывать свое мобильное приложение. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы у вас был релевантный опыт, приложение было что-то особенное с особым функционалом, с изюминкой, и желательно использовать какую-то узкую технологию. Но, опять же, это вопрос спорный. Скорее всего, у вас не получится это использовать, потому что узкоспециализированная технология, это у вас только будет с опыта, когда у вас действительно будет разработка такого мобильного приложения. Но если вы выполните релевантный опыт и приложение с изюминкой, то это повысит ваш ценник. То есть, по факту, платят тем, у кого есть похожий опыт. Также, это не только одно условие. Также очень классно, конечно же, платят много тем, кто является крутым разработчиком, который много в чем разбирается в плане технологий. Но, опять же, эти разработчики имеют известность. Они известные публичные люди. И эта крутость таких разработчиков достигается годами. Поэтому, это тоже со временем и придет к вам постепенно. И вот этот навык крутого разработчика, он у вас не будет так на автомате с самого начала создан. Это несколько лет нужно. Поэтому, этот навык вы никак не прокачаете. Это просто сложится автоматически. Поэтому, на него слишком мы не обращаем внимания. И очень важный показатель, который увеличит стоимость вашей разработки, это опыт, но уже не тот в разработке, а опыт в сфере деятельности, для которой нужно разработать мобильное приложение. Например, у вас есть опыт работы в банке. Когда-то вы работали в банке, кредитным инспектором. И нужно создать, скажем так, приложение для финансовой компании, которое дает частные займы. Да, это очень плохо, частные займы. Но, допустим, у вас есть такой опыт. Или вы работали раньше где-то около медицины, скажем так. Так, ладно, вы работали на ресепшене в стоматологической клинике. То есть, вы работали на ресепшене в стоматологической клинике. И сейчас вы вдруг волей судьбы стали разработчиком. И тут нужно создать мобильное приложение для стоматолога. Если вы заявите, что вы работали в этой сфере, и помимо того, что вы умеете разрабатывать, вы еще знаете некие нюансы, то, естественно, человек прогреется к вам и даст вам определенный заказ. Или вы когда-то там работали на доставке воды. И тут нужно сделать приложение для доставки воды. Вы знаете внутреннюю кухню, внутренние нюансы, и это также повысит ваш вариант увеличить в разы стоимость разработки. Также очень важно научиться делать красивые мобильные приложения с эффектами, с красивым дизайном, крутыми цветами, крутыми формами, с различными звуковыми эффектами. Вот если у вас будет такое мобильное приложение, и вы покажете, что вы подобное уже делали, это тоже все приходит в первый пункт релевантный опыт. Если вы покажете, что вы делали такое крутое приложение, то это также повысит ваш ценник, потому что ваш потенциальный заказчик, так же как потенциальный пользователь, любит глазами. Если вы покажете что-то крутое, красивое, то конечно же выберут вас, потому что захотят подобное. Здесь даже может перевесить релевантный опыт и знание каких-то конкретных узких технологий. Вот эта возможность сделать мобильное приложение с крутым дизайном, плавное, с анимацией, которым очень приятно пользоваться, даже если что-то не нужно в нем сделать, чтобы пользователь все равно хочет зайти что-то посмотреть, как оно опять все работает красиво, то это также увеличит вашу ценность в глазах потенциального заказчика. Ну и конечно же, последним вариантом, последней возможностью, как вы можете увеличить ценник, это умение себя продавать и презентовать. Это нужно прокачивать маркетинговые и всякие презентационные, скажем так, ваши скиллы и умение общаться с заказчиком. То есть, если у вас есть релевантный опыт и вы можете показать, что вы разрабатывали нечто подобное, с крутым необычным дизайном, такое приложение, на которое просто приятно смотреть. И если вы умеете себя просто продать и ценить, и конечно же, вы должны понимать порядок цен. И вы готовы презентовать себя и показать, почему потенциальный заказчик должен заплатить вам столько-то, что вы можете сделать то, что не сделают другие, то это сделает из вас дорогостоящего разработчика. Но вместе с тем, кроме того, как вы дорогостоящий будете, вы будете еще с опытом, качественный, надежный разработчик, который создаст качественный продукт. А такие навыки, как крутой разработчик и такой навык, как знание узкой технологии, придет к вам со временем. Я думаю, вам теперь стало более понятно, как не работать задешево и стать очень классным андроид-разработчиком. А на все те, кто хотят научиться андроид-разработке и обучиться оперативно и качественно, я приглашаю к себе на курс. Все ссылки для связи со мной есть в описании, а также ссылка на страницу с описанием курса. На сегодня это все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.